Музыка Он изобретатель этого метода. Я говорю, ах, вот он какой метод-то. Ну вот давай попробуй на себя. Вон Луи Пастер изобрел метод, да? И он себе прививку сделал. Вот сделай-ка себе прививку. Вот я ему делаю прививку. Выдумали, правда? Конечно, выдумал. Смешно. Позвищем, Мюрлер. Рад видеть вас в черте. Опять затеваете какое-нибудь очередное коварство? Затеваем. Отчего уже нет? Вы с вашим коварством какой и наш сравните. Ну просто ангелы небесные по сравнению с вами. Позовите Иосифа Лиссарьёныча! Позовите Иосифа Лиссарьёныча! Люди умирают, память о них остается. Пусть даже такая память. У нас в стране не так давно появился новый первооткрыватель нашего прошлого. То есть прошлое уже все открыто, но его опять стал открывать некий Эдвард Радзинский, именующий себя то писателем, то историком. Насколько я наслышан, у вас взгляд несколько отличается от его взглядов, растиражированных телевидением, сотнях тысяч экземпляров видеокассет, в книгах, что вообще он нашел нового на самом деле? И что в этом новом правда, а что в лох? Ну, это вопрос-то очень большой. Нового в его сочинениях очень мало. Он берет то, что уже было неоднократно опубликовано, объявлено и зарубежными авторами, и в последнее время нашими авторами, Волкогоновым, Антоновым-Овсеенко, Роем-Медвезевым и другими. Те, в свою очередь, брали опять-таки в основном из либо белогвардейских, либо из западных публикаций. Но он как бы углубляет иногда то, что уже было сказано другими. Дает новое освещение или дает, значит, обоснование. Он говорит, что вот я это не просто утверждаю, я рылся в архивах, я своими руками видел эти документы. А вот те, которые сейчас еще ничего не смысят, они будут говорить о нас, как о легенде. А легенду надо подкармливать. Надо создавать тех сказочников, которые переложат наши слова на иной лад. Печаталось много документов по этому поводу. Все они оказались фальшивыми. Но когда я начал заниматься и писать вот книгу, я обнаружил, что не надо им было печатать фальшивые документы. И в наших архивах было много документов. Отсутствие времени не даст нам возможности цитировать все. Как только где-нибудь вместо слова «здравствуйте» произнесут «хайль» в чей-то персональный адрес. Знаете, там нас ждут, оттуда мы начнем свое великое возрождение. И вот таким образом он достигает эффекта. Эффекта достоверности, за который не стоит всего лишь самый настоящий обман. Фальсификация. Это особенно грязная операция, потому что он взывает к достоверности документы. То есть он видит в документах одно и говорит прямо противоположное. Зачем ему это нужно? К тому же Эдварду Розинскому. Каковы мотивы? Мотивы, да. Ну, мотивы, если говорить о самых общих мотивах, то мотивы у нашего нынешнего правящего строя, потому что они пришли к власти, они хотят ахаять все прошлое и на этом фоне что-то выиграть, что-то заработать. А что касается Розинского лично, то, ну, здесь разные могут быть мотивы. Ведь, казалось бы, вроде бы уже много книг написано, напечатано, издано, и вдруг он выскочил. Последний как бы. Сказать и от своего имени наиболее хлестко, наиболее беспардонно, наиболее, значит, бесстыдно сказать вещи, которые уже были сказаны. Люди, желающие лгать, они всегда были, есть и будут. Но сейчас благоприятная среда для них. Нет, откуда все-таки они лгают? Вы понимаете, помимо общей, вот, значит, атмосферы, ведь даже такая вещь, как отмена цензуры, раньше была цензура, тебя спросят. Или, скажем, в каждом журнале, в каждом издательстве были бюро проверки. Если ты говоришь, вот такого-то числа это было то-то, позволь, предъяви обоснование этому. Нужно было указывать источники. Для научных работ? Не обязательно. Нет, ну для художественных романов, конечно, нет. Конечно, нет. Владимир Сергеевич, вот как бы, могли бы вы обобщить, откуда берутся вот эти люди? Вот откуда они вот в обществе, как их порождает общество? Вот таких, Родзинский, там, Волкогонов, Рой Медведев, которые пытаются, если бы, добро бы, благо бы, если бы разобраться, вот дана возможность такая, есть свобода слова, если бы они разбирались. А их задача только опорочить. То есть, вот если посмотреть всю эту передачу с Родзинским, там один негатив. Один негатив. Конечно, да. Откуда они берутся вообще эти люди? Вот как вы думаете? Помимо общей атмосферы, конечно, есть и личные мотивы. Ну вот я вам расскажу, чтобы не выходить нам от темы. В Москве, скажем, жили-были два историка, два профессора, Волков и Арутюнов, в Москве. Жили они, жили, преподавали в институтах, писали работы, а их никто не знал. И вдруг в «Московской правде» появляется их совместная статья. Сталин – агент царской охранки. Со ссылками, с документами, с подписями. Ну, недели через дверь, через месяц, может быть, появляется в этой же газете опровержение. Все это старая липа, которой брезговал пользоваться даже лютый враг Сталина Троцкий. Старая липа, основанная на фальсификации. Так вот, чем руководствовались эти два профессора? Видимо, желанием приобрести известность. Ну, а чем руководствовались те, кто это напечатал? Жанра сенсации. Ну, конечно. Правильно. А чем руководствовались те, кто это читал? Им было интересно получить какую-то новую, нестандартную информацию. Ну, по-моему, нестандартную. Конечно. Нестандартную ложку. Будь мы все трижды прокляты. И он придумывает великое шоу. Скажи мне, написать новый рапорт на ваше имя? Зачем? Не надо. Я считаю своим долгом отказаться от прежнего мнения. А хорошо ли это? Отказ от своего мнения всегда дурно пахнет. Коллектив это значит будет перегрызать горло друг к другу, пока один не останется, который всем это горло перегрызает. Контрразведчик должен знать всегда, как никто другой, что верить в наше время нельзя никому. Порой даже самому себе. Мне можно. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Известнейшее, любимое народом «17 мгновений весны» и фильм, и произведение Ульяна Семенова. Да. Ведь фактически это тоже псевдоисторическое произведение. Там хотя идет расписано, да, там 8 мая, столько-то часов, столько-то минут, столько-то секунд. Да, да, да. Борман сказал вот это, Шкирид ответил вот это. Да, да, да. События были такие. На самом деле это тоже не подтверждает более того, противоречит этой истории. Ну, это ведь, это художественное произведение. Это художественное произведение. Не претендующее на... Не претендующее на документальность. Там множество таких вещей, которые подтверждают, что это, да, вольный вымысел создателей этого фильма. Само произведение, оно доброй направленности, патриотического характера, правда? Не, ну, получается, что если это, значит, одно патриотического характера, то тогда пускай там будет не соответствующий исторический правд. Нет, 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 то, что я сказал, прежде имеет значение. Да. Это художественное произведение. Ну, и Родзинский, ведь, понимаете ли, он оперирует конкретными именами, датами, документами, источниками, но все это на таком высоком уровне к фальсификации. А его непросвещенность, она просто даже изумляет. Ну, например, у него много страниц посвящено войне. И он даже не знает, кто во время войны был наркомом обороны. Он искренне уверен, что наркомом обороны был Жуков. Жуков никогда при Сталине наркома обороны не был. Наркомом обороны был сам Сталин. В первые же дни войны он стал наркомом обороны, потом председателем Ставки, потом верховным главнокомандующим. У него такой издубленный, что ли, прием состоит вот в чем. Он приводит какую-нибудь невероятную вещь. Ну, например, что Сталин в первые дни войны был в шоке. Был, что называется, в нокдауне и бежал из Москвы. Об этом писал, скажем, Волкогонов. Но и Родзинский говорит, что это сомнительно, это странно. Это не похоже на правду. Но когда я обратился к архивным источникам, действительно получается. Вот был такой у Сталина в его кабинете, у его секретаря был дежурный журнал, в котором отмечались все посетители. Этот журнал велся с 1927 года. Кто когда приходил, буквально по минутам там все зафиксировано. И вот, говорит, что же, я открываю я этот журнал, причем он делает вид, что это он первый его открывает. Между тем, этот журнал давным-давно опубликован, почти полностью. И вот, говорит, я обратился в этот журнал, и что же я вижу? Первые дни войны, там никаких записей нет. Что это означает? Это означает, что Сталин сбежал из Москвы. Ну, во-первых, это уже само по себе первоначально нелепость. Ну, мало ли, ну, мало ли чем он мог быть занят. На эти дни он мог не назначить встречи. Были там, а вставки там, или в генеральном штабе, или еще... Да, мало ли, где-то был в другом месте. Но дело еще даже не в этом. Когда я раскрыл этот дневник за те самые дни, то обнаруживается, что, скажем, 21 июня Сталин принял 32 человека. 22 июня 29 человек. 23 июня 34 человека. То есть, это неправда. Но у многих создается впечатление, слушатели, услушатели. Ну, как же, он же ссылается на архивные документы. Он же сам видел своими глазами. Ведь не у всех, и не у многих даже, у единиц, найдется под руками этот дневник. Найдется желание проверить. А вот из какой среды вышел вообще Традзинский? Ведь, вы знаете, он... Из литераторской среды. Ни с неба, ни с луны, а вот из этой литераторской среды. У него отец был сценарист. Он занимался главным образом тем, что он писал сценарии по романам других авторов. В частности, Павла Петра Павленко. Павленко был четырежды сталинский лауреат, преуспевавший автор. От Сталина Родзинский старший кормился. Да, да, да. И выкормили на эти, на сталинские денежки, выкормили маленького Родзинского. Да, на человека, на его взгляды, разумеется, влияет вся его жизнь, вся его среда. Все ученые, писатели, артисты по-своему невменяемы. Им нужен особый подход. Потому что они живут в своей... придуманной ими жизни. Отправь этого чудака к нам у больницы на экспертизу. Канат Ичиславе, как оно это понимало, и как помогало ему это общаться с интеллигенцией. Было бы интересно с ним встретиться через несколько дней, чтобы пощупать, действительно ли он ученый, или просто неврастенник. Я не прошел мимо сочинения Родзинского. Я назвал некоторые причины. Но главная причина в том, что писание Родзинского и сама его фигура – это не случайное явление. Это очень типичные для нынешнего нашего времени вещи. За ним стоят вереницы вот таких же, как он. У него, между прочим, самое распространенное, самое часто встречающееся слово в его писаниях – «забавно». Ему все забавно в нашей истории, полной героизма и трагедии. Его все забавляет и смешит. И не случайно он даже вещи, в которых нет абсолютно ничего смешного, говорит с ужинками об этом, говорит об этом с похохатыванием. Это естественно для таких людей. По каким параметрам можно отличить вот такого кульсификатора, вот такого человека непорядочного, от такого правдивого писателя, правдивого исследователя? Все-таки есть же какие-то критерии, которые вы можете подсказать нашему телезрителю? Ну, это только можно путем личного опыта. Ну, может быть… Это зависит от развития человека, от его способности к анализу. Да, как это? Надо думать, размышлять, сопоставлять факты. Многие из биографов Сталина писали, что… Вы высказывали… Такую версию высказывали, что Сталин был незаконным ребенком в своей семье. Ну, называют имена, называют каких-то князей иногда там грузинских, иногда называют вот Пржевальского. А почему Пржевальского? Вон, действительно, они были бы очень похожи внешне. У меня в энциклопедии старой есть его портрет Пржевальского, в генеральской форме тем более. Они очень похожи. Но потом выяснилось, что Пржевальский не мог, просто у него алиби. Он в тех временах, когда мог бы родиться Сталин, не был там, в тех краях, в горе. Но Родзинского этого мало. Он говорит, что еще незаконно рожденной была и его жена. Аллилуева. Какие основания? Никаких. Вот ее мать была женщиной легкого поведения. Это, значит, Аллилуева, старшая, теща Сталина. Но и этого ему мало. И вот вы говорите, что он нового вносит. Он утверждает, что Аллилуева, Надежда, была дочерью не кого-нибудь другого, а самого Сталина. Его жена. Да. То есть он женился на собственной дочери. Но и этого его мало. Я уже это, когда писал статью, я об этом не знал, но потом я обнаружил, он еще пускает легенду о романе Аллилуевой, жены Сталина, с его сыном, Яковом. Ну уж, куда дальше идти? Вот какая глубина постижения. Владимир Сергеевич, в мире на самом деле тесно взаимосвязанных, это чьи-то дилектический процесс. Мы говорим о том, что у кого-то одно светлое, у кого-то одно темное, но вся картинка, она и складывается из самых разнообразных взглядов и мнений, из положительных, из отрицательных. Понимаете, мнение человек имеет право менять. Естественно, человек становится более взрослым, зрелым, а вот открывается новый источник знания, человек имеет право на перемену взглядов, но при одном непременном условии, если это делается бескорыстно. Заподозрить в корысти можно любого. Например, я, да? Если я стану на такую позицию, я могу сказать, что Владимир Сергеевич будет, до тех пор, пока Родзинский будет писать свои произведения, Владимир Сергеевич будет писать оппонирующему произведения, и оба они будут в пределе. Все можно свести даже к зависти. К зависти. Вот это распространение. А, ну он завидует ему, поэтому он и пишет. То есть люди не допускают мысли о том, что у человека есть убеждения, позиции, взгляды, которые я должен оставить. Мне нравится, что вы идете на пролом. А у меня нет другого выхода. И потом я люблю ясность. Ясность – это одна из форм полного тумана. Знаю я вас, хитреца. Нет, он не лукавит, не лжет. Это самое страшное, что может быть. Это от тюрьмы, когда разум мутится. Вот эта любовь жертвы к палачу, эта женственная любовь. Ошибка исключена? Исключена. А случайность? Возможно. Только доказательная случайность. Да какое у нас к ним может быть отвращение? Мы ведь с ними из одной страны. Страны страха. Это объяснить действительно очень трудно. Или почти невозможно. Я бы на вашем месте не поверил ни одному моему объяснению. Мне бы очень хотелось получить от вас доказательный ответ в тюрьмы. Когда называются конкретные имена и на основании их строятся свои концепции, причем всегда они, понимаете ли, они всегда носят не только антисоветские, они носят антироссийский характер и антирусский это не может вызывать ничего кроме возмущения. А вот почему вы решили, что все-таки такое произведение Родзинского такое антирусское, антироссийское, ну, антипатриотическое? Ну, представьте себе, он описывает войну. И какую вы думаете столицу он называет черной столицей? Берлин или Рим? Нет, он называет черной столицей Москву. Москва черная столица в годы Великой Отечественной войны. Когда он описывает касается, вот скажем, войны, он даже слово фашист едва ли упоминает. Это все только немцы, только противники. Вот противостояние было, противостояние двух держав. Причем он это изображает не как великую схватку двух держав, в которой решалась судьба мира, а противостояние схватку Сталина и Гитлера. Он так и бежит. Его войска, его армия стояла в Берлине, его силы вошли в Будапешт. Как будто это не наши отцы. Не наши отцы, да, а вот его, Сталин, их послал против Гитлера. Помогите? Вот. Как будто Арадзинский наблюдает со стороны и описывает эту схватку. Такой над схваткой стоит. Да. Ну вот вы знаете, вы выдвинули очень такую интересную гипотезу о происхождении самого Арадзинского. То есть, может быть, это вот факт происхождения его, может быть, сыграл определенную роль в его взгляде на события тех времен. Он изобретатель этого метода. Я говорю, ах, вот он какой метод-то. Ну вот давай попробуй на себя. Вот Луи Пастер изобрел метод, да, и он себе прививку сделал. Вот сделай-ка себе прививку. Вот я ему делаю прививку. Версия такова, что я обнаружил портрет Фрича, и мне показалось, что он очень похож на Эдварда Радзинского. и почему мне после этого не подумать, что он и был его настоящим отцом, а не Адольф, Станислав Адольфович Радзинский, сценарист, киносценарист, умерший в 1963, кажется, году. Вот этот самый Фрича приезжал в 1936 году в Москву, встречался с многими литераторами московскими, по своей профессии он, это понятно был его интерес, заместитель Гитлера по радио, Геббельса по радио, и в том числе встретился с матерью Радзинского Розалинды Гавриловной и в результате этого через 8 месяцев в Недоноском родился Эдвард Радзинский. То есть версия такая можно предположить. Но он мог приехать, да? Но он мог приехать, почему нет? Почему? В 30-е годы у нас с немцами были хорошие отношения, обмен был довольно обильный. Вы знаете, что Гудериан, например, кончал нашу академию военную. Тогда очень много немцев приезжало в Советский Союз. В дополнение можно сказать о том, что ведь Ганс Фрича был подсудимым на Нюрнбергском процессе. И его оправдали. Почему? А не сказал ли он на допросе, что у него в Москве малолетний сын? Может быть, поэтому и оправдали? А может быть, поэтому и сам Родзинский выступает, называет Москву черным городом, потому что он знал, догадывался о том, что он, так сказать, имеет какое-то отношение к Фриче? Вторая версия состоит в том, что в Доме литераторов долгие годы работал парикмахером милейший человек Моисей Михайлович Маргулис. Он иногда его вызывали писатели на дом, он приезжал на дом и, значит, их стриг, обслуживал. Почему не предположить, что однажды на Старопименовский переулок, где жил Родзинский, он вызвал Маргулиса, Моисея его, как все звали, его дома не было, была дома одна жена, то почему мне не предположить, что молодой ухватистый парень Моисей, оставшись наедине с Розалиндой Гавриловной, поступил так же, как в представлении героев Родзинского поступали, значит, в далеком горе. И вот в результате этого появился выдающийся писатель Эдвард Родзинский. А вот вас как бы не осеняла такая мысль, что вот вы так в полемическом запале высказали такие гипотезы, что на самом деле они могут оказаться очень близки к истине. Тогда сразу становятся на свои места, чисто психологические. Нет, я об этом не думал. Я просто хотел показать, насколько это бесстыдный прием. Ведь, понимаете ли, жива Светлана Аллилуева. Ну, каково ей слушать о том, что ее мать была дочерью ее отца и крутила, значит, роман с Яковом. Каково ей слышать? А сейчас есть и наследники Аллилуевых. я вот знаю Владимира Федоровича Аллилуева. Каково ему слышать о том, что его бабка была подоскуха. У вас гипотеза достаточно интересная, как мне кажется, о происхождении самого Родзинского. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, это, конечно, ирония в чистом виде. Но тем не менее. Моя версия его происхождения в чистом виде. Она имеет право жить? Она имеет право жить, как ответ на его версии. А откуда у вас эти сведения? А вам кажется, это неправдоподобно? Сейчас меня занимает больше всего проблема, как можем при помощи физической химии приостановить процесс оглупления масс. Трудно стало работать. Столько развелось идиотов, говорящих правильные слова. Когда он мне все это рассказал, мне просто честно прошит код. Вы слишком много знаете. с идиотов,